Здравствуйте! В эфире новости 1-го Карагандинского в студии Динара Сартаева. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях в городе. В Караганде состоялась третья ежегодная благотворительная ярмарка и груши. А то как проходило это мероприятие в репортаже Марка Бушкова. Карагандинские депутаты елки пересчитали. Народные избранники вышли в рейд посмотреть, как содержатся зеленые насаждения шахтерской столицы. К слову, нашлось немало нареканий. Каких, расскажу вам я, Ирина Камышова. Депутатский зеленый патруль. Сегодня городские депутаты вместе с чиновниками и подрядчиками проехались по Октябрьскому району Караганды, чтобы посмотреть, прижились ли деревья, что высаживали в субботники и как за ними ухаживают. На это из бюджета были выделены немалые средства. Какие впечатления остались у народных избранников от поездки, знает наш корреспондент Ирина Камышова. Столько денег бюджетных угрохать. И сейчас просто смотрим на то, как это все потихоньку погибает. Это сквер на Голубых прудах. Когда-то он был настоящим подарком для местных жителей. Территорию благоустроили, установили детскую площадку. Здесь же высадили более двух сотен деревьев. По 12 тысяч тенге за каждое. 220 лиственниц в сквере на Голубых прудах были посажены в 2011 году. Однако деревья так и не получили должного ухода. Теперь 80% зеленых насаждений стоят сухими и неприглядными. Ухаживают за лиственницей недолжным образом, уверены депутаты. Это порода хвойных, требует обильного полива и тщательного ухода. Здесь же обходятся обычным опрыскиванием. Оттого уже больше года сквер украшает сухостой. Ну, понимаете, я вот как старый дачник. Вы поверьте мне, любое дерево необходимо обкапывать. Вот вкусно у луны уэш, вот такая должна быть по идее у него лунка. Туда необходимо заливать воду. А это уже улица Архитектурная. Весной вдоль дороги, что проходит у районного Акимата, высадили 102 саженца молоденьких елей. Представители местной власти отчитываются. Дорогостоящие деревья высажены по всем правилам. Однако, копнув глубже, депутаты выяснили, что здесь даже проекта посадки нет. Да и еле принялись далеко не все. Проблема в том, что после того, как подрядчики строят, они в течение года его, будем как бы, эксплуатируют, а дальше нет ухода за этими деревьями. То есть, хотелось бы, как бы, вот этот запрос, и дальше мы будем поднимать, чтобы осуществлять полив, чтобы соблюдать эту технологию. Тут же выяснились и другие обстоятельства. Чиновники признали, что 40 саженцев были украдены сразу после посадки. Рассказывают, уже сообщили об этом куда следует. Когда на протяжении посадки, веселья, были сворованы. У нас имеется заявление. У нас в регионе Пешахинский сортировки. И в ночное время, особенно сортировки, были похищены деревьями. В общем, до сих пор ведется следствие, и силовики выясняют, кто умыкнул зеленых. Тем временем депутаты направились в сортировку. Сквер по улице Дружбы открылся осенью прошлого года. Здесь красиво, но немноголюдно. Однако хулиганы успели порезвиться. Сломали лавочки, разбили фонари и стекло в окне пункта полиции. Хорошо бы тут траву скосить, да получше поддерживать недавнее благоустройство этой территории, заключили народные избранники. Деревья не подбелены, уже даже скамейка поломана. По другому дела обстоят в сквере у ДК «Молодежный», что в Пришахтинске. Насаждение здесь сочно-зеленого цвета, вокруг затвора. Всего же весной в Октябрьском районе высадили 700 хвойных, рассказывают сотрудники Акимата. Очередь за лиственными породами. Они появятся здесь этой осенью. В нынешнем году на посадку деревьев району было выделено 27 миллионов тенге. В эту сумму входит и содержание саженцев, пояснили специалисты. Сортировка майки ДК «Молодежный», два раза в неделю, среда-пятница. Проводится полив, прополка и подкормка деревьев. За ходом производства работ подрядной организации отслеживает технодзор, тоже заключен договор с технодзором и специалисты Октябрьского Акимата. Те финансовые средства, которые депутаты распределяют для управления парком, хватает ли им на содержание этих скверов и хватает ли просто даже рабочих рук, для того, чтобы вот такие здоровенные территории ухоженными содержать. Ну, наверное, мы эти вопросы будем поднимать на создании постоянной комиссии и будем решать уже, с какими рекомендациями ходить на районный Акимат, в Акимат города, какие правильные мероприятия способствовали бы действительно максимальному эффективному использованию тех средств, которые мы выделяем. Итоги выездного заседания постоянной комиссии подведут уже на днях. Завтра по вопросу озеленения предстоит объезд района имени Казабикби. Ирина Камышова, Толюген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В эти дни исполняется 55 лет призыву, по которому тысячи молодых людей пошли строить крупнейшее предприятие черной металлургии нашей республики – Казахстанскую магнитку. В Тимиртау состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Металлурга. Для нашего региона это особый праздник. Сегодня компания «Арселор Металл Тимиртау» и корпорация «Казахмыс» являются флагманами металлургии не только Казахстана, но и занимают высокие позиции в мировой экономике. Металлургии Жасказгана и Балхаша обеспечивают рост всей цветной металлургии региона. На заводах по обработке цветных металлов «Нова Цинк», «Жасказган», «Ретмет», «Сицилиум Казахстан», «Сары Казына» внедряются передовые технологии, улучшаются производственные показатели, осуществляются крупные проекты. Свой вклад в укрепление минерально-сырьевой базы отрасли вносят коллективы предприятий горно-металлургического комплекса «Каражала» и «Жайрема». Вы, конечно, знаете, что эти дни исполняется 55 лет призыву, по которому тысячу молодых людей пошли строить крупнейшее предприятие черной металлургии нашей республики Казахстан, казахстанскую магнитку. Одним из первых средних дней был и наш глава государства. А через два года с его участием состоялась первая плавка казахстанского чугуна. И эта дата по существу стала днем рождения черной металлургии Казахстана. День металлурга – это праздник людей, чей труд является первоосновой всех производственных процессов, поскольку без вклада металлургов не может обойтись ни одно предприятие современной экономики. Это хорошо знают присутствующие здесь соратники президента страны по его работе на казахстанской магнитке. Металлурги всегда, все время гордили своей работой. Металлурги не только работают за материальное вознаграждение, но и за моральное, потому что мы получаем удовольствие от своей работы. Так считает не только Вячеслав Иванов, награжденный грамотой Акима области и проработавший на магнитке 25 лет, но и каждый участник производственного цикла по производству высококачественного металла. Многие в этот день получили почетные грамоты и ведомственные награды. В честь Дня металлурга был дан большой галоконцерт. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Кайрат Рашитов, Первый Карагандинский. Десять лучших металлургов Балхаша получили свой профессиональный праздник – новенькие автомобили. День металлурга, к слову, совпал и с юбилеем Балхашской черновой меди. В честь событий с участием властей города состоялась юбилейная плавка. Мира Кульсал Кимбаева с подробностями. История Балхашской меди началась еще в 1928 году. Сегодня на предприятиях компании «Казахмыс» в Балхашском регионе трудится 10 тысяч человек. Медь, серебро и золото, добываемое в регионе, экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья. Стоит отметить, Балхашский медиплавельный завод входит в число важнейших индустриальных объектов страны. Расчетными показателями производят сменные задания, суточные задания. Дальше уже те работники, металлурги, которые имеют богатейший опыт работы на печах, производят все эти цифры вживую медь. Сергей Демидов – один из старожилов предприятия. Конверторщиком он работает уже более 40 лет. Сегодня можно по праву сказать, что своим трудолюбием мужчина вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие карагандинского региона. Я от души поздравляю всех металлургов с праздником. Желаю всем здоровья, семейного благополучия, всех благ всем. Ну и процветание цеха нашего. К слову, в рамках празднования проходили спортивные соревнования и чествование передовиков. Общая сумма выделенных средств составила 84 миллионов тенге. В том числе пособия погибшим семьям, неработающим инвалидам. Сегодня вы видите, как картина совершенно другая. И я вас смело могу заверить, что сегодня в основе, конечно, это сырье. И у корпорации на балансе сырья, а именно меди, в орудии и меди в концентрате, хватит еще более чем на 40 лет. Также во второй половине дня во дворце металлургов имени Хамзина состоялось торжественное собрание. В ходе мероприятия лучшие работники были отмечены именными грамотами и денежными премиями. Нагрудный знак Ембек Данха третьей и второй степени получили 37 работников Казахмыса. И еще 10 отличившимся сотрудникам в честь 75-летия Балхашской меди вручили новые автомобили. Всем-всем благодарна от души. Желаю всем металлургам процветания, всем горнякам, обогатителям. И всех поздравляю с этим праздником. Вечером на набережной всех участников торжественного собрания ждал концерт с участием звезд казахстанской российской эстрады. День металлургов завершился ярким фейерверком. Миром Гусал Кимбаева, Ужас Габасов, Марат Культенов, Первый Крагандинский. Подари частичку доброты. В городском парке состоялась благотворительная ярмарка игрушек. Основной целью которой стал сбор материальной помощи для маленькой Алины Борудской. У девочки поражение центральной нервной системы. Ей необходима срочная диагностика в Москве. Репортаж Марка Брюшко. Тем самым мы воспитываем своих детей к добру и любви. В Медине Рамазан всего 5 лет. Однако она уже понимает, что помогать людям дело благородное. Выступить на публике для девочки не составило труда. Тем более рядом со сценой стояла ее мама. Я считаю, что такие акции должны проводиться. Дети наше будущее, они достойны быть здоровыми, счастливыми, любимыми детьми. И наша дочь к этому всегда стремится. Помогать деткам и взрослым. Да, котенок? Ярмарка уже третий год подряд собирает в Центральном парке тех, кому не чужды такие чувства, как доброта и милосердие. В этот день любой желающий мог купить понравившуюся игрушку. Их, к слову, собирали всем миром. Заместитель руководителя Центра волонтерской работы команды Евгения Хмелевская рассказывает, какую цену заплатить за плюшек зверей человек решает сам. Зная, что деньги пойдут на благое дело, люди не станут проявлять жадность, а наоборот, откроют свои сердца доброте. В этот раз это девочка Алина Баруцкая. Ей 6 лет, ей ставят диагноз ДЦП, но полностью этот диагноз не подтверждается. Лечение не дает результата. И врачи советуют родителям съездить на генетическую экспертизу. И вот самая минимальная экспертиза будет стоить диагностика в Москве 10 тысяч долларов. Семьсот есть! Восемьсот! Девятьсот тенге, хорошо? Сотни карагандинцев пришли в парк и поддержали акцию. Публику развлекали концертом местной самодеятельности. На протяжении мероприятия в парковой зоне велась продажа воздушных шаров. Для самых маленьких бесплатно работали мастера аквагрима. В перерывах между выступлениями для азартных гостей и участников проводились аукционы. На торги уставились наиболее крупные мягкие игрушки. К примеру, вот этот медведь ушел с молотка за 3 тысячи тенге. Всего по окончанию акции общими усилиями было собрано свыше 125 тысяч тенге. Айнура Исматулаева тоже купила игрушку своему ребенку. Женщина уверена, что подобные акции способствуют проявлению добрых качеств и характере человека. Да, я сегодня купила игрушку, хотела помочь девчонками, чтобы сделать вот эту стопочку. Надо сделать такую акцию почаще. Мероприятие продлилось более трех часов. Надеюсь, что все собранные средства помогут маленькой девочке. А проданные игрушки доставят их новым владельцам много радости и удовольствия. Марк Мишко, Карат Рашитов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. К полицейскому порезали палец. Таким образом, Карагандинец Ержан Сыздыков попытался оказать сопротивление стражи порядка. Инцидент произошел 5 апреля этого года, когда патруль приехал на место драки в один из ресторанов города. Ержан Сыздыков в состоянии алкогольного опьянения ранил ножом младшего сержанта полиции, порезав ему указательный палец с левой руки. Сыздыкову было предъявлено обвинение в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. 1 июля суд вынес приговор по отношению задержанного Ержана Сыздыкова. Естественно, при назначении наказания было учтено, что в качестве смягчающего вину обстоятельства его молодой возраст, в качестве отчащего, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Естественно, при назначении наказания также было учтено мнение потерпевшего, который просил суд назначить ему наказание, связанное с лишением свободы общественной опасности данного преступления, социальная значимость, что преступление было совершено против представителей власти, и суд назначил такое наказание. В Караганде задержали телефонного мошенника. Неделю назад Михайловский отдел полиции обратилась 77-летняя пенсионерка. Пожилая женщина рассказала стражам порядка, что некто позвонил к ней домой, и, представившись сотрудником полиции, сказал, что ее сын задержан за совершение ДТП. Чтобы его освободить, женщина должна заплатить приличную сумму денег. Пенсионерка дала все свои сбережения мошеннику, и только потом поняла, что попала на уловки афериста. Накануне полицейским удалось задержать охотника за легкими деньгами. В последнее время, по словам правоохранительных органов, число пострадавших от телефонных мошенников растет. Сотрудники криминальной полиции совместно с полком патрульной полиции ВД города Караганды при проведении УРМ данный гражданин, представившийся сотрудниками полиции, был задержан. Вещественные доказательства 4 тысяч долларов США были взяты. В Караганде снимают документальный фильм о космизме. Теория, получившая свое развитие в 19 веке, заинтересовала сотрудников Российского фонда современной культуры «Гараж». Почему шахтерскую столицу выбрали в качестве съемочной площадки, в сюжете моих коллег. Проект получил название «Энергия космоса». Съемочная группа посвящает места, в которых когда-то работали и жили создатели некогда популярной философской теории космизма. «Энергия солнца» не просто документальное кино. Картина представляет собой видение истории развития космизма независимым фондом современной культуры «Гараж». Художник Антон Зидокль живет в США. Тем не менее, когда мужчине предложили принять участие в съемках, он не раздумывая согласился. Мы будем снимать его квартиру, где он жил в Караганде. Мы были в его доме в Калуге, там сейчас дом музея Чижевского. В общем, мы пытаемся найти все следы этого движения, которое называется «Космизм» в самых разных частях бывшего Советского Союза. Николай Федоров, создатель теории космизма, имел множество последователей, среди которых были такие уважаемые люди, как Толстой, Достоевский и Циолковский. Съемки ленты начались в Москве, где работал Федоров. Затем продолжились в Калуге, где жил и вырос Циолковский. Шахтерскую столицу киношники посетили потому, что в 40-х годах сюда был сослан еще один видный представитель философии космизма – ученый Александр Чижевский. Он является изобретателем так называемой люстры Чижевского, которая должна была оказывать на шахтеров оздоровительное действие. Сегодня мы снимали эпизод, рассказывали о нашей сенсации, о нашем редчайшем слоне – Батыре. Почему он их заинтересовал? Потому что это был говорящий слон. Я рассказала ребятам, как он научился говорить, где он родился. Вчера они были в Алма-Ате, а наш Батыр именно из Алма-Атинского зоопарка. На этом у меня все. Далее выпуск продолжит новости спорта. Я передаю слово спортивному обозревателю Берику Капарову. Здравствуй, Берик. Здравствуй, Динара. Новости спорта через пару секунд. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. Завтра в 19.30 на стадионе «Шахтер» состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором чемпион Казахстана Карагандийский «Шахтер» примет на своем поле сильнейший клуб Белоруссии БАТЭ из города Борисов. Приходи и поддержи свою команду. Сюрпризом для жителей нашего города стала победа наших футболистов в гостях над грозным соперником из Борисова. Но не прошло и недели, как мы должны сыграть ответный матч уже в родных стенах. Главная задача на эту игру для «Шахтера» – удержать преимущество, добытое с трудом в гостях. Но несмотря на гостевую победу горняков, букмекеры отдают свое предпочтение гостям, давая коэффициент почти в два раза ниже, чем карагандинцам. Тем не менее, все равно контора отдает предпочтение гостям. Коэффициент дается 1,8. Вот, ну что ж, с одной стороны, возможно, это какой-то такой хитрый букмекерский ход. Если хотим, чтобы победили наши, ну, отдаем предпочтение гостям. Я не знаю, вряд ли. Какой счет вы думаете, что прогнозируете? «Шахтер» 2-1. Ну, 2-0, может, выиграет. Ну, думаю, что мы победим. С каким счетом? Ну, не знаю, честно, но, конечно, в 3-0 было бы хорошо. Надеемся, что «Шахтер». Болеем за «Шахтер». Действующий чемпион страны, карагандинский «Шахтер» вторым составом уступил на своем поле шимкенскому ордобасы 1-3. Уже второй подряд матч в чемпионате подопечный Виктор Кумукова играет полурезервным составом. Если из Алматы удалось увести ничью, то дома с самым неудобным соперником последних лет не удалось добыть и этот результат. Уже в самом дебюте матча гости сумели открыть счет, воспользовавшись попустительством обороны «Шахтера». На этом события первого тайма подошли к концу. Во второй половине игры гости еще дважды сумели забить со штрафного. Сначала Карпович пробил в правый нижний, затем и Арури мощно в левый верхний. Юному Покатилову, защищавшему ворота Горняков в этот вечер, еще долго будут сниться эти два гола. В самой концовке матча «Шахтеру» удалось забить, что называется, гол престижа и уйти от разгрома. Следующий матч караганинцы проведут в рамках Лиги чемпионов УЕФА. Во вторник в 19.30 на своем поле чемпионы Казахстана примут сильнейший клуб Белоруссии «Борисовский Бате». Напомню, в первом матче Горнякам удалось победить за счетом 1-0. Голом в том матче отметился Сергей Хирниченко. Проиграли в принципе. Первый гол сами себе привезли. Два гола со штрафных. Вратарские голы. Создали моментов на две игры. У одного Зиньковича мог три гола забить. Пока профессионалы борются за чемпионство, дворовые футболисты чествуют чемпионов. В перерыве матча «Шахтеру-Родобасы» состоялось награждение победителей по мини-футболу в рамках Лиги дворового футбола. В этом году Лига дворового футбола была посвящена 15-летию Астаны и столетию казахстанского футбола. В турнире участвовали более 50 команд. Чемпионат проходил на трех полях, расположенных в районе имени Казебек-Би. По трем возрастным категориям. Спортсменов рассудили судьи из городского отдела физкультуры и спорта стадиона «Шахтер». Победителями младшей группы стали юные футболисты из команды «Астана-2». Команда «Центр» заняла первое место в средневозрастной группе. И абсолютными чемпионами стали спортсмены команды «Турист». Всем участникам были вручены памятные подарки. 14 июля состоялся финал летней универсиады в Казани по самбу. Несмотря на высокую конкуренцию, наш спортсмен Биембет Канжанов завоевал серебряную медаль. Сегодня призер прибыл домой. На вокзале собралась счастливая толпа друзей, тренеров и родственников. Все были рады успеху и возвращению Биембета. Впереди караганинского спортсмена ждет подготовка к чемпионату мира по самбу, который пройдет осенью в северной столице России, Санкт-Петербурге. Я очень рад, что удалось съездить и достойно представить нашу страну. Мы много тренировались и не собираемся на этом останавливаться. Спортивные новости понедельника подошли к концу. На этом у нас все. Если у вас есть интересная информация, можете позвонить к нам в редакцию по телефону 420649. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok